По сильную помощь участникам спецоперации оказывает преподаватель детской школы искусств номер один Алла Абдрахманова. Вместе с мужем она собрала уже третью посылку. Почему помогает? Потому что хорошо помнит рассказы родителей о зверствах фашистов и уверена, что нужно поддержать тех, кто борется с нацизмом сегодня. Мои родители жили во время Великой Отечественной войны. Мама у меня рождена в Горловке. И потом они жили в Крыму. В их, так сказать, хате стояли эсэсовцы. Поэтому это было очень жесткое время. Все рассказы очень страшные. Посылка Аллы Михайловны – чай, кофе, сгущенное молоко, теплые шерстяные носки. То, в чем нуждаются бойцы на передовой. Военные просят эту помощь, поэтому надо помочь. Надо дать понять людям, что есть такие пункты, может быть, даже кто-то и не знает. Не все же там, я вот в интернете это увидела. По словам представителей исполкома местного отделения партии «Единая Россия», посылки жители приносят регулярно. Делятся чем могут – чаем, крупами, консервами, конфетами, пчеловодом, медом. Не забывают и о теплых в прямом и переносном смысле подарках. В шерстяных вещах и детских письмах с пожеланиями воинам здоровья и скорейшего возвращения домой. Два раза в месяц все посылки увозят в Ижевск на сборный пункт, чтобы потом отправить на передовую. Оставить посылки с гуманитарной помощью можно в городской администрации. Кабинет 110 в рабочее время. Продолжение следует...